Поступью победителя в 2017-м Николай Яковлевич Дышлавой шагает по улицам города воинской славы, города первого салюта. Когда война только началась, на передовую он не попал. Сегодня он смотрит на карту схему освобождения Орла, что в сквере танкистов и воспоминания, словно картины из страшного сна, прорываются наружу. Начал войну я с Румынии. Второй украинский фронт у Малиновского. По Румынии там, не сказать, что были очень тяжелые бои, но прошли не так. Был я в пехоте. Формировалась эта дивизия на Украине, в Карпатах. 1944 год. 200-й полк. 68-я стрелковая дивизия. После Румынии, рассказывает Николай Дышлавой, была Венгрия. Именно в годы Великой Отечественной он впервые побывал за границей. Под Будапештом, вспоминает ветеран, наткнулись на серьезное сопротивление. Там же настигла его пуля. Первое, второе ранение вылечили врачи венгры. У нас там три человека сняли с передовой, ну там недалеко до штаба батальона, он-то сзади. И мы там как открыли огонь, хоть нас и мало было, потом гранаты были, побросали. Они станковый пулемет схватили и потащили. И потом этот пулеметчик, гранаты его убили, пулемет этот бросил. И так они отступили. 5 мая помимо Николая Яковлевича в Орловском драматическом театре собрались свидетели военных лет. Им всем далеко за 90. Их воспоминания дорогого стоят. Память, она ведь бесценна. Вы дали нам возможность жить, рожать детей, их воспитывать и защищать ту страну, которую вы нам сохранили. Мы никогда ее никому не отдадим. С праздником! Концерт из 17 номеров для тех, кто ковал победу, подготовил областной Центр народного творчества, чтобы в очередной раз сказать спасибо дедам и прадедам за победу. Виктория Юркова, Сергей Руднев, Эдуард Чернаускас. Телеканал Первый областной.